Всем привет! В этом видео я покажу, как легко и просто смазать вентилятор в ноутбуке. Обычно это требуется по истечению длительной его эксплуатации плюс-минус 10 лет. После чего смазка в кулере ссыхается, забивается микропылью и мешает его дальнейшей нормальной работе. В том числе могут появляться посторонние шумы в виде жужжания, потрескивания и так далее. Итак, для профилактики и смазывания вентилятора ноутбука я делаю следующее. После того, как кулер с радиатором извлечен, необходимо извлечь вентилятор с его основанием из его корпуса. Чтобы освободить крепление основания кулера, я буду использовать свой любимый ремонтный набор от компании JakeMy. Откручиваем крепление основания кулера. После того, как вентилятор, он же кулер, с его основанием извлечен, он выглядит следующим образом с оборотной и лицевой стороны. В данном случае для обслуживания и смазки вентилятора ничего сверлить и отклеивать не нужно, так как центральная часть основания лопастей кулера крепится внутри моторчика за счет притяжения магнита. Поэтому, чтобы отделить лопасти вентилятора с их центральной частью от основания кулера, достаточно чуть-чуть его потянуть на себя, удерживая лопасти вентилятора. После чего он с легкостью должен отделиться. Силу здесь прилагать не нужно, иначе вы можете поломать лопасти вентилятора. Также, если таким образом лопасти вентилятора и его центральной части не снимаются, значит в вашем случае неразборный вентилятор. И такой способ, как в этом видео, не подойдет. Итак, после того, как доступ к центральной части кулера получен, нам необходимо вначале очистить его направляющий металлический стержень от старой смазки микропыли и грязи. Для этого я буду использовать ватную палочку, смоченную в медицинском 96% этиловом спирте. Берем ватную палочку и хорошенько протираем центральный направляющий стержень вентилятора со всех сторон до основания. Далее, после того, как стержень вентилятора полностью и начисто очищен, необходимо его смазать. Для этого я буду использовать обычное автомобильное моторное масло. Также можно использовать масло для швейных машин, бытовой техники и вазелин. А вот использовать оливковое масло, подсолнечное и любое другое съедобное масло строго запрещено. Для смазки вентилятора достаточно одной капли на конце иглы шприца. Наносим смазку на верхнюю часть шляпки направляющей стойки, после чего равномерно распределяем всю смазку со всех сторон данного металлического стержня. Далее, после того, как металлический стержень вентилятора смазан как положено, устанавливаем вентилятор обратно в центральную часть моторчика, после чего магнитом он практически сразу притягивает его на свое место. Ну а далее пару раз прокручиваем лопасти вентилятора и проверяем, проделываем на работу. Как видно, в моем случае вентилятор крутится свободно, как новенький. Далее обратно размещаем его в радиаторе охлаждения и фиксируем его. Все быстро и просто. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!